тема проповедования мы много говорили о проповеди то есть все предыдущие мы говорили о проповеди по сути дела мы говорили о тексте помните да как выбрать текст мы говорили о том что делать с этим текстом мы говорили о важности работы с текстом и проповеди затем мы говорили о плане о том как план составлять и важность плана план единство последовательность связь библии вы это запомнили единство плана последовательно чтобы проповедила ясно четко и последовательные на бумаге мы говорили введение заключения и мы говорили о том как сделать профит актуальной и насытить ее иллюстрациями то То есть все это идет речь о проповеди самой, о том, что написано в нашем конспекте. Сейчас мы переходим к тому, как представить эту проповедь. Согласитесь, часто проповедь может быть самой великолепной. Отлично подготовлено, на бумаге выглядеть будет блестяще. Но неудачное представление на кафедре все испортит. Если человек будет вяло, монотонно, неинтересно говорить об этом, все. Бывает наоборот, вроде ничего такого материала нет большого, но проповедник так ярко скажет. Люди влечены, люди слушают, записал, а вроде ничего не говорил. Но умел представить это, эмоции, жесты, сила звука, яркость представления. Поэтому здесь надо обратить на это внимание. Я думаю, что часто мы теряем, мы готовимся иногда, действительно много времени, брат рассказывал, сколько он готовится, занимает, и вот 15 минут могут все испортить. Если мы не готовы, если мы не повторили проповедь, если мы еще раз не продумали ее, как мы ее будем выражать, если мы привязаны к конспекту и так далее. Это все испортит дело. Поэтому так важно проповедование, да, Александр? Я хотел спросить, насколько важно изменять тембр голоса, может быть, или высоту голоса, или, в общем, ораторское искусство применять в проповедании, так скажем. Мы будем чуть позже говорить об этом, но так предварительно скажу, что здесь важнее естественность сама. В естественной речи мы тоже повышаем тембр голоса, мы понижаем, когда мы говорим с друг другом. И здесь должно быть больше естественности. Единственное, что, конечно, когда мы на кафедре, может быть, нам надо говорить громче, чем мы просто беседуем с человеком. Чтобы не было напыщенности. Да, чтобы там речитативом начинать, или возвышать голос, или кричать, это должен быть естественный том голоса, но громче. Но очень важно иногда понижать и повышать. Скажем, если вы чуть тише говорите, иногда вы как бы обращаетесь к сердцу человека. Ну, как будто бы, представьте, вы где-то беседуете с другом, я тебе по секрету скажу что-то, вы ему шепчете. И иногда в кафедре такое может быть, когда вы хотите им сказать что-то важное, такое сокровенное, и даже чуть-чуть тише это говорите. А иногда вы смело провозглашаете истину. Поэтому здесь важно. Важно замедление темпа речи. Иногда замедление, у вас что-то важное вы говорите. Вы замедлили, и люди сразу напряглись, слушают, а потом еще паузу сделали, и мы будем говорить об этом. Очень важно. Поэтому ясно, что для нас это не самое важное. То есть риторика, это у нас главное сердце, то, что мы выражаем проповедь. Важно, идет ли от сердца проповедь. И мы сами это понимаем, выбрать, а чувствуете. Если бы приехал какой-то неверующий человек, выучил проповедь, вы бы почувствовали это в сердце. Что-то не то. Красиво говорит, ярко, жесты, эмоции. Нет ничего в сердце. Это не самое главное. Но ответственность требует от нас такого серьезного подхода к делу, чтобы мы красиво, хорошо преподнесли проповедь. Итак, братья, проповедование. Первое, несколько разделов у нас будет здесь, подразделов. Перед проповедью. Что нужно делать перед проповедью? Первое, быть готовым. Помолиться опять, попросить благословения у Господа на проповедь. Попросить, чтобы он благословил проповедь. И особенно, чтобы он благословил проповедника, себя. Один проповедник заметил, Сатана позволил подготовить проповедь, но не позволил подготовиться самому. Проповедь готова, а готов ли я сам проповедовать? Готов ли я проповедовать? Подготовить себя. И здесь подготовка может включать в себя разные моменты, скажем, физическое состояние. Готовым физически говорить это. Скажем, некоторые гомилеты, учителя готовы, ничего есть за часа три до проповеди. Говорят, что это тяжеловато. Если тяжелый желудок, человек не сможет сильно выражать свои мысли. Конечно, я понимаю, в наше время проповедь перед микрофоном, там, коротко, 15 минут, это проще, нежели там 40 минут говорить без микрофона, большой аудитории, там надо намного больше сил. Но в целом эта идея хорошая, потому что, когда работает желудок, как говорили древние, работает желудок, не работает голова. Когда желудок насыщен, он занимается своим делом, тогда не позволяет, вся кровь идет на осуществление этого процесса пищеварения, вместо того, чтобы идти к мозгу и делать. Поэтому даже физическое состояние должно быть хорошим. Бодрость проповедника, живость проповедника, энергия. должна передавать Слово Божие. Достойно вести себя в собрании, это тоже касается проповедника. Есть такая неплохая практическая книга Андрея Яковлевича Прокопчука, Гомилетика. Такой простой брат, когда-то он эмигрировал из Белоруссии в Парагвай, там долгое время жил, сейчас в Америке, ему где-то 96 лет, он до сих пор живет, здравствует. Вот и он так писал хорошо, такие практические советы для проповедников. Он говорил, как даже сидеть надо в собрании. Говорит, сидеть нужно прилично, ноги держать в порядке, прилично заложить ногу за ногу, но без тенденции к напыщенности. Сидеть нормально, не согнувшись и не облокотившись. Библию нужно держать уважительно, потому что в этой книге содержится истинное Слово Божие. К Библии нужно относиться благоговейно. Даже ваш внешний вид, особенно если где-то проповедники сидят впереди. В нашей церкви сейчас, ну мы все сидим вместе с залом, то есть просто на первой скамейке зала сидят пресс-фитеры, там хор сидит, мы не ставим стол сверху. Но в многих церквах сидят проповедники впереди, на возвышенности. Вот и люди смотрят, как они себя ведут, как он держит ту же Библию. Особенно гости некоторые не понимают, были случаи сразу после перестройки, гости приезжают, там некоторые держат Библию, ну по привычке такой. Или на пол положат, и наши верующие старые смотрят, как так можно, Библию на пол положил. Ну внешний вид тоже о чем-то говорит, надо очень хорошо, внимательно носиться к себе. Дальше Прокопчук пишет, не советую, чтобы проповедник все время смотрел свою Библию. Ну представьте, вы говорите, проповедуйте вторым или третьим на свой конспект. Не советую делать много пометок. Большую ошибку делают те проповедники, которые во время собрания листают свою Библию и пересматривают свои записки, и не обращают внимания на собрание. Они ничего не слушают, хотят, чтобы их слушали. Тоже момент такой. Когда мы готовимся, наверное, вас бывает, братья, у меня это такое искушение, потому что я обычно проповедую заключение примерное. И я думаю о проповеди. И это понятно, я не могу забыть вообще, я не могу сделать вид, что ничего не происходит. У меня переживание, я думаю, как я буду проповедовать, как я скажу, что Господь хочет сказать. Молюсь об этом. И я смотрю еще раз на конспект. Ага, может, мне надо еще то сказать, может, что-то надо добавить. Но здесь важно так не отвлекаться сильно, потому что люди, люди то смотрят. Чем ты занимаешься во время собрания? Вот если они заметят, видят, что ты действительно только занят своей проповедью, ты никого не уважаешь, не слушаешь других проповедников, они тебя не захотят слушать. Поэтому проповедник должен участвовать тоже в собрании, даже если он проповедует вторым или третьим. Ну, что еще перед проповедью? Напомнить себе перед выходом, что Библия – это Слово Божие. Ну, я имею в виду, что надо как-то дерзновенно, сильно выходить, зная, что мы проповедуем Слово Божие. Со страхом и трепетом, но и с дерзновением. Один проповедник рекомендовал так, говорит, ну, если ты боишься проповедовать много людей, вообрази, что ты умнее всех. Вот, и тогда проповедуй. Но это опасный совет. Надо не это воображать, надо представить себе, что Бог силен. Джон Весли говорил, я был так преисполнен страхом от сознания присутствия Божия, что совсем не замечал людей. Мы верим в Божье послание, мы верим в Божье Слово, и это приносит благословение слушателей. Сенки говорил о Муде. Одной из причин успеха Муде было то, что он абсолютно всей душой верил в то послание, которое говорил людям. Он верил в то, что говорил. Это было для него последней истиной. И люди убеждались, если проповедник верит, люди верят этому. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.tvseminary.com Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok